поехали давай семья всем привет а давай визу так смотрите ванечка у нас собрался машину поменять для чего для того чтобы вас дорогие мои любименькие возить господи семья чтобы вы комфортно ездить человек готов на 6 лет в кабалу в кредиты влезть все только для этого но вы думаете он эту машину будет покупать нет господа он не это будет он вот это что за краса . значит так дорогие друзья он будет вот эту называется на черри тига 8 pro но а так как она очень дорого стоит ваня расскажи вообще нам двух словах сколько тачка сейчас по нынешним временам 4300 без нравится за наличку или в кредит без нравится но ты как бы свою им отдаешь по трейды ну за там сколько поскольку оценили сейчас мы расчет увидим короче у ваньки есть машина вот она красотка вот она вот я бы на его месте не отдавал машина обалденная реально но горит ним представляешь клиенты и будем ехать сломается все дела короче смотрите вот это стоит 4 300 а вот этого еще до около двух с половиной без раз тоже за налички 3d давай вот эту посмотрим внутри сначала чем отдавать чем отличие вот типа ты менеджер по продаже в чем отличие вот этой от вот это я вижу сразу же квартира ребят что вы понимали он собрался на 6 и у меня агитирует говорит давай горит со мной на 6 лет говорит по 30 тысяч платеж ежемесячно и ты просто сядешь на тест драйв прокатишься и ты тоже захочешь себе эту машину я не сомневаюсь что после как бы там своей захочу и ладно давай вот это допустим 2 2 с половиной до 2 с половиной что мы имеем за 2 с помощью доступа подошел открыл так что мы имеем кожу садись посмотрим как к коже кожи я с той стороны подоживать дорогие друзья но мы должны с вами как бы я бы так не приехал это если выйти ванька меня вот сагитировал мы чистое мне интересно же тоже как бы я же как бы тоже мальчик собственно так что мы здесь имеем так здесь сенсорные какие-то кнопочки до сенсор на кожа или это и как уже это и как кожа и как кожа вот такой вот экранчик мне кажется воли плюс-минус такая же машина место сзади ты сел нормально сзади сейчас попробую ну хватает места тебе не нормально сейчас попробую я сейчас попробую я диски резина летняя идет подарок ничего не дают вместе хорошо пообщаешься это будет слушай ну принципе нормально принципе принципе нормально если хватает дети сядут мы тоже багажник чё там пойдем вот и вставочки нормально такие типа под алюминий чего-то не пойму чего не сделано багажник рукой здесь такой нет а это за 4 300 такая суши ну в принципе что-то по месяц нормально с этим понятно ладно надо утащить только точно сколько она стоит то есть я свою допустим какую-то тачку за миллион отдаю мне уже остается доплатить на полтора да ну это такая все равно как бы не почему ну мне в этой машине честно меня бы полностью устроила эта машина полностью бы устроила меня лично ездить по работе все меня бы устроила меня единственный вопрос по этой тачке она переднеприводная это передний да мне нужна полная приводная пожалуйста так вань ну 4 300 поторговаться то можно хорошо надо пообщаться так то все возможно в этой жизни это такая же да нет это самая максимальная комплектация за чуть-чуть не очень визуально может для девчонки нормально мальчиками ну давай это открытая не они ну давай вы машину учили чё надо все равно провести пойдем посмотрим в салоне надо все равно как-то людям же показать что ты собирался покупали они у и пусть приезжают лично и увидят не на пусть будет интрига это тебе не дадут а вот она вижу здесь а позже она она же это здрасьте она же ну это электричка как это а это просто 8 про вот 8 у макс а вот черная класса чудо черную нельзя мне не хочу черную не хочешь да она эта электрика это гибридная братишка это подороже это гибрид потому 4 700 это гибрид а гибрид это может получше он только передний привод расход меньше куда пошел ключи отдать ключи филипп это дима поскольку он будет покупать машину хотели посмотреть про рекламирует всем сюда срочно мне это больше нравится осталось согласовать подошел пацанчик пацанчик ключ передался нормально я просто поднялся для закрытия понимать сегодня но это ладно если даже не сегодня вода дешево имеется в ближайшее время пускай мальчики решают административные вопросы я вам сейчас пока покажу что за тачки у нас вот есть смотрите короче вот такая есть тачка я сейчас в этом ничего не понимаю на электротяге что-то что-то при минимальной зарядке батареи 5 и 9 при полностью заряженной батареи расход я так понимаю то есть суммарная мощность 235 лошадей но это ладно пойдет я так понимаю чисто расход здесь будет меньше но она почему-то видишь моего ними стал сам только переднеприводная пушкину это мне прям нравится реально такая брутальная такая мощная честно я бы не отказался такой тачки мне реально нравится без проблем дача китайцы не китайцы без разница хочу скажешь мне вообще все равно вот я говорю о том что с учетом того что я езжу на катиной как бы прикольный салончик аккуратненько все так стильненько модненько молодежненько я всегда знаете стильно модно молодежно все переключения сенсор это вообще просто вай-вай-вай это кавказ ну прикольненько прикольненько sony money все дела музычка тоже напишите реально как вам как китайцы выглядят мне всегда нравится насколько они как бы насколько они приемлемы для кого-то и неприемлемы это другой вопрос в случае здесь как мерседесе получается торпеда здесь тоже вся торпеда здесь тоже ваня расхваливал все тут и подлокотники и кожу и всякие вставочки и качество отделки и всякие избежки тогда он расхвалил сказал что это просто бомба они машина с учетом того что такие здесь вставочки это очень похоже на mercedes прям на самом деле в из класса у меня была такая же история абсолютно не знаю пока пока что мне нравится а здесь я не присяду потому что здесь как бы это так давайте по багажнику посмотрим камеры все дела а не открывается надо там видимо это ну а другой еще попробуем по месту по месту ну здесь место конечно побольше тут что говорит то здесь явно явно побольше места да нормальная история нормальная история господа ого я даже не заметил с панорамной крыши ну не знаю напишите что вы скажете вообще по этой ситуации просто я машина честно скажу вам ничего не понимаю я как бы да конечно хочу иметь какую-то хорошую машину чтобы она не ломалась так далее но я понимаю прекрасно что это далеко не перечидной истории и влазить шестилетний кредит по машине как не моем случае вот ваня это мотивирует тем что его машине уже там двенадцать или пятнадцать лет и она как бы может его момент сломаться и на ремонт потребует от трехсот тысяч до шестиста тысяч это если коробка сломается и вот я в коробками сломался в году я отдал 300 тысяч рублей он где лучше буду по 30 тысяч месяц платить и спокойно ездить на новой машине и как бы не будет никаких рисков при этом при всем и людей спокойно возить ну вот эта машина прямо выходит обалденно мне очень понравилось так это было у нас что это было у нас ну чё ты мне куда ушел ты готов не куда продолжаем что за люди такие все слов хорошо слушаем интервью пойдешь давай все пишется ты можешь продолжать мне вообще тачка для пара раз почему тебе не нравится что задний о передний привод потому что передний передний подожди а где-то написано что передний привод здесь я не нашел а что такое при минимальном заряде батареи от 5 9 то есть если что с минимальными на сядет и вы поедете типа ну как подсаживается она уже дать это если расход с учетом того что едет только на бензинный двигатель а это если гибридная не может же быть на бензине на есть 6 лет на бензине на 10 13 хорошо ну да у тебя сколько сказать 13 это уже больше 13 больше похоже на правду так это вот чем отличается той считает это не такая брутально поменьше что же конечно это просто 88 про 8 по макси 8 е плюс у тебя 8 про и хоть рома а именно про макс полная комплектация с коричневым салоном что такое макс слова максимально максимально ты мне просто показал на красный сказал что в ней максимально красно максимальная у тебя тоже да будет все таки про макс у тебя у макс а все максимально с панорамной крышей совсем и да 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 а это что таки галочки китайцы какие-то не знаю как называется а почему это электрички по моему электрички они это не одни но у них есть электрички 150 лошадей 715 томат я в шоке почему так дорого 2 470 нечего так дорого не ну подожди это 247 неизвестно относительно бренда вроде бы и и через это уже на рынке был на сколько ну ну не знаю что дороговато ну ладно хорошо 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 что будет да 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 сейчас обязательно посевусь ну что дорогие друзья я напросился филипп не говорит филиппа часы обалденный просто красава вот что надо ребята какие риэлторы какие строители какая отделка господи она всего что ты хочешь продавать череп держи вот так вот камера снимай что хочешь рассказывай что хоть что за тачка мы сели это самый максимальный автомобиль что есть у черри это черри дига 8 pro max вот комплектация также у него максимальная то есть это полноприводная машина крупная машина почти 5 метров длиной на семиместная вот у нее больше 200 лошадиных сил по факту фактических действительно вот по паспорту только у него по максимально паспорт у него стоять всем дом нормально устраивает максимально оснащенная полить что есть черри суши все на сенсор как правило ожидания всех ездоков чтобы не проходил как правило оправдывает машина здесь селектор коробки передач для движения начать его нужно вниз все мы можем уже ехать мы можем я принципе это вижу можно еще заведу и да насчет заведено может заглушить хочу просто прочувствовать как она это вообще это мы сели короче я значит так лучше поручивание ребята вот эту машину собирается брать поэтому я собственно просился вот так на воде ну почти бесшумно в общем почти бесшумно это какие-то эти мод мод кнопочка какие-то режимы до выбора режима 7 режимов спортивные внедорожные один раз вперед так нет нажимаю нет кнопку вообще не а вот да загорелась на приборные панели тоже для 1 да все все верно да и ручник у нас электронно его нужно снять все электронные а вот это а это до того чтобы система авто холл против качения система чем можно начать движение и мы едем на суши ну так-то массивники аппаратик я хочу сказать то есть крупная машина направо на дорогие друзья самое такое не маленькая преимущество с этой истории то полный привод надо ванечка братишка привет тестируем твою машину габаритники аппаратик слушаем все здесь показывала дачу то она мне они сами включаются при приближении комплектующий двигатель коробка что расскажи особенности проблемы с эксплуатацией коробка здесь робот фирмы get rack двойным сцепления мокрого типа то есть немецкая трансмиссия выдерживает очень высокий крутящий момент здесь она можно сказать работает в режиме отдыха вот что сказать еще полнопривод также брендовая вискомуфта реализован двигатель это австрийская разработка турбина установлена фирмы honeywell гаррид это американский бренд один из самых популярных производящих турбины вот то есть ну за что не возьмись все оснащение брендовая проверенная проверенная на большинстве там именитых производителей автомобиля я так понимаю одновременно переключение я не буду чувствовать вообще да то есть это как бы пробок как раз таки нет переключения не должны чувствоваться на вариаторе здесь они довольно не будут осуществляются потому что да кропка роботизированная нацелена на скорость переключения и плюс она идет адаптивная тестовом автомобиля в основном ездит очень динамично сейчас немножко его подключу хочу попробовать будет на можно еще режим поставить другой это типа какой-то спортивный да немножко отклик просто нажимая работать коробка можно ну да у нас очень гонять негде да и вообще ну в общем нет чувствуется в ней то что для своих габаритов у нее есть как бы прием нормальный да больше и не ждешь от обычного кроссовера это все абсолютно абсолютно не надо абсолютно вот какой реальный расход реальный порядка 12 12 ну нормально 12 нормально сушки но отделка я так скажу друзья отделка реально качеством я сразу говорю вот это напомнил сразу мне у меня был когда-то 222 мэрс это напомнил вот эта история прям чуткая как смерти как будто слезали вот эта торпеда ну тоже классно смотрится удобно комфортно это 12 с половиной дюймовых вот эти движения тоже как кожи это или что это такое как кожа но все плотное качественное на самом деле не найдешь каких-то прям лифтов или еще чего-то все собрано хорошо я так понимаю стартовая цена 4 300 да и стартовая извини вот за уже правой есть прайс это официальный ценник на который ориентируются все дилеры до от него уже сдвигаются вниз в плане ценообразования по скидкам всего две комплектации этой машины существует максимальная предмаксимальная у одной прайс 3 970 900 у второй прайс 4 270 900 вот мы сейчас на машине с максимальным прайсом едем короче 4 300 а потом оттуда можно уже что-то решать трейдинский оттуда уже можно двигаться вниз и тогда на эту машину очень гибкая система ценообразования в плане трейдин то есть прямо такая активная поддержка идет то есть если вы привезли друзья свою поверну давай 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 пожалуйста пожалуйста говори говори я здесь и привезли свой автомобиль его оценку получили помимо оценки будет еще хорошая скидка по трейдин суши ну модненько модненько наручить на руле а суши они еще не сделали такую каких-то комплектациях чтобы она там что-то полосу как-то удерживала там это помогало есть здесь полный пакет системы безопасности удержания полосы если на русском языке для людей для простых машина может затормозить если видеть препятствия машина может избегать лобовое столкновение машина может удерживать автомобиль полосе если вы там непроизвольно ее пересекаете например на двойную сплошную начинаете наезжать сами этого не замечая она может вернуть автомобиль в полосу в зеркалах есть индикаторы это система контроля слепых зон при перестроении если справа или слева от вас есть автомобиль то она будет сигнализировать она будет сигнализировать о том что есть автомобиль в слепой зоне слушайте дорогие друзья ну комфортно отведите она постоянно при каких-то движениях там моментах если что-то что-то отключается и вам показывать что что где вы как вы что вы где вы то есть так она вас предупреждает что ребята все в порядке я скажу так смотрите я как бы мне такого меня что этом китайцы не я сторонник знаешь чего я сторонник вот затрат чтобы они были но оптимально эти затраты да и соответственно продукт стоил своих денег поэтому и мне сейчас комфорт то есть я проехал все я чувствую как будто всю историю вот именно в этой машине как бы да мне комфортно я понимаю что я да я могу ездить на такой машине как у меня ничего не напрягает по полицейскому я сейчас пролетел нормально принципе там проехал не тормозя мягенько каких-то шумов я не слышу по салону сижу прям комфортно где подушечки это не сделал ну прям точно как это понимает а тоже дорогие регулируется все верно еще есть приятного что чем мы не успели воспользоваться это огромная панорамная крыша панорама одна из самых больших панорамных крыш в своем классе вот ну люк наверно не будем сам непосредственно чтобы тащить ощутить масштаб и размер до площадь остекления какая длина 4 метра 70 470 а клиренс 20 метров 19 половиной ну короче двушка 2 200 метров ну крутой крутой вообще нет вопроса абсолютно я смотрю в салоне на полно людей это говорит и даже сейчас мы знакомых встретили вот знакомого риэлтора я встретил еще вот и значит прям идет поток да с чем это связано потому что даете цену потому что за эти деньги сам нужно все выводится дартам почему так ты думаешь столько людей сейчас потому что у меня удаливание смотрел хунда и ваня смотрел хундай допустим санта фе и он быть голый что-то от пяти там 200 что ли голый горит саны голый горит а здесь машина вся и плюс ягод еще мне мы поторговались пусть там что-то что-то там скидки вот эти все тренды ну и устроить систему платежей по 30 тысяч в месяц на 6 лет уже по сути проговорен монологи то есть история в том что например наш дилерский центр он порядка 80-100 автомобилей в месяц продает так вот это больше чем практически любой бренд вернее это больше чем любой бренд находящийся в сочи и до ключwater больше 100 автомобилей сочинский отброса вон рал dual evil для 80 web 100 автомобилей ежемесячно мучить ��도 больше чем любой другой бренд любой другой автосалон находящийся в сочи не здесь до истина В простом заключается это ценообразование, соотношение цены, на самом деле гибкость, ценообразование в плане скидок, и вот как раз таки очень-очень лояльная система финансирования, то есть различного вида рассрочки, то, чего нет у многих других брендов. Я ранее работал в Toyota, и те автомобили некогда очень хорошо продавались, но сейчас, когда Toyota Camry находится в 5 миллионов рублей, и купить ее можешь в обычный кредит 15-18% переплатить в конце концов еще 2 миллиона рублей, это уже покупка всякий смысл теряет, даже если человек очень сильный приверженец, у всего должно быть какое-то рациональное объяснение, там оно теряется вовсе. Здесь можно выбрать машину за 3 миллиона рублей, и при соблюдении определенных условий, по итогу заплатить за нее 3 миллиона рублей, вот, это как бы большая редкость, и особо нет конкуренции в этом плане. То есть, чтобы вы понимали, я был шокирован, я говорю, Ваня, какая переплата, я пытаюсь его дому, что он мне говорит, да какая переплата, говорит, за 6 лет там что-то 300 с копейками тысяч рублей, я говорю, в смысле 300 с копейками? Если мы говорим о длительной рассрочке, там действительно за 6 лет, там действительно переплата за длительный срок порядка 300-400 тысяч это максимум, а если мы говорим о рассрочке на 36 месяцев, там вообще можно без переплаты обойтись, это реально так. А на 36 месяцев можно и без переплаты обойтись? Кто тянет платеж ежемесячный на такой короткий срок, тот может действительно не переплатить ни рубля. А, ну все, там будет, наверное, не 30 тысяч, да, сколько, 60, и сколько там получается, или больше, сколько там, наверное, на такой период, если на 36 месяцев. Ну, так сложно сказать, в зависимости от того, какой стоимости автомобиль будет, и какой первоначальный взнос. История о том, что, да, это 36 месяцев, не облагаемо никакими процентами и переплатами. Вот здесь можно видеть то, как мы относительно полосы. Да, кстати, ну очень удобно, камера прям четенько все вообще. Еще можно. Все прям показывает, и так, и так вообще супер. Все, теперь паркинг, да? Да, кнопка P и готово. Спасибо тебе огромное. Супер, что я прокатился, я что-то сначала постеснялся, он говорит, доезжай, что ты там, поехал. Спасибо тебе большое за время. Большое, пожалуйста. Ну что, дорогие друзья, мы говорим до свидания этому прекрасному месту. На самом деле, я впервые за три года оказался в каком-либо салоне, там, в любом. То есть здесь есть и Toyota, вон он салон Toyota, Chery, Haval, там, Audi и так далее. Я, если честно, впервые оказался здесь, потому что Иван, вот как я вам уже сказал, решил приобрести для того, чтобы вам, собственно говоря. Здесь автомобили с пробегом тоже продаются всякие. Вон, Range, Beho, Lexus, Mustang, Mercedes. На любой, что называется, вкус и цвет, вы можете себе подобрать любую марку. Ну я, например, человек уже как бы немножечко взрослый, да, когда у тебя перевалит за сорокет, и ты, если ограничен маленечко в бюджете, да, ты начинаешь как бы включать голову и думать, так, вот я сейчас куплю такой Mercedes, а дальше как я его буду обслуживать. А сколько будет стоить это, а сколько будет стоить то. А все стоит очень-очень дорого, да, вот здесь Audi Center, Москвич, еще какой-то, ну, не знаю, здесь никогда не был. Я тысячу раз здесь проезжал, но никогда не заходил. Вот. А когда ты понимаешь, что ты покупаешь машину, ничего не бывает лучше на самом деле. Вот как мне один раз товарищ, я был молодой, еще мне товарищ взрослый, я бы не было там 25, а ему было уже тогда, ну, под полтинник, да, и мы там хорошо общались. Я говорю, Дима, запомни, ничего не бывает в этой жизни лучше касаемо автотранспортных средств, чем новая машина. Вот, и тогда я говорю, да ладно, перестань, я говорю, надо это, и я себе покупал, там у меня были хаммеры там, ну, что такое не было. Разные машины были, вот, и, соответственно, я говорю, перестань, ну, и на машину уходило немеряное количество денег, потому что это обслуживание постоянное, когда их еще несколько, там, пару спортивных в гараже стоит, ты постоянно платишь налоги, ты об этом не думаешь, на самом деле, это большой расходик. Если взять ручку, бумажку и посчитать, это огромный расходик. Когда тебе уже 40, тебя немножко поприбила жизнь, немножко, так сказать, это спустило, что называется, небес на землю, и ты успокоился, ты понимаешь, самое лучшее, чтобы машина ездила, не ломалась, следовательно, тебе нужна новая машина, будем именем нормально. За такие бабки, реально, то есть, если даже мы говорим про сумму 4300, и про вот эту максимально полную комплектацию Chery Tiggo 8, Machado Max Pro, там, и так далее, это нормально, я проехал, ну, как бы, это ненормально, хотелось бы за трешку, но я думаю, что на самом деле здесь ребята умеют делать хорошие скидки, то есть, как бы, они там, во-первых, у них есть допустимая какая-то норма скидки, потом, если вы в трейд-инт отдаете машину, допустим, вам за нее платят, там, допустим, в рынке у вас, допустим, машина ваша стоит миллион, бэушная, вы ее отдаете, вам за нее дают здесь, допустим, 800 тысяч рублей, но при этом делают скидку еще на 300 на 400 тысяч рублей. Ну, короче, там все вот так вот, когда схемы запутаны, но в концовке людям это выгодно. 100 машин, представляете, вместе, это же не шутки, это просто, это где, это в обычном Сочи, что называется, не где-то, а, представляете, там везде по, так сказать, по России, вот такая вот история. Ну, покатались, посмотрели, просто поняли, сколько, по другим салонам ходить, разглядывать не хочу, и время тратить не хочу, некогда лучше заняться делами, машины меня не интересуют, Ваня меня, конечно, агитирует, он говорит, давайте, Дмитрий Александрович, давайте, тоже, пожалуйста, хватит это, перед ними, что называется, позориться, есть, я говорю, Ваня, послушай, наши люди всегда будут с нами, даже если я пешком приду, или на такси приеду, или возьму так, таксичную машину какую-нибудь там, Hyundai Solaris, мой покупатель, мои товарищи, мои люди всегда останутся со мной, поэтому это не имеет никакого значения, вот, я говорю, ты для чего машину покупаешь? Я, честно, говорит, покупаю для того, чтобы, когда я ехал с покупателями, это, говорит, средняя машина, это недорогая машина, как в Mercedes BMW, и не дешевая машина, средняя машина, то есть она подойдет потребителю и такому, 3 миллиона рублей, который покупает квартиру, тот, который покупает за 100 миллионов себе дом, ему будет здесь комфортно, я хочу говорить, чтобы мои, наши с вами покупатели, чувствую себя комфортно, чтобы она не ломалась, не подвела меня и так далее и тому подобное, и его устраивает вот этот минимальный платеж в размере, там, 30 тысяч в месяц на 6 лет, но его, с досрочным погашением, можно досрочно погасить. Я с ним согласен, если бы я был такой же вот еще молодой, энергичный, как он, я в плане имею в виду, готов был на такие подвиги, я бы тоже взял, вот, но я пока что не готов, другие какие-то жизненные интересы, в плане, там, хочется доделать что-то, дом, Екатерина Андреевна никогда-нибудь сделать ванну, сделать бассейн, придумываю территорию, и поэтому даже эти 30 тысяч в месяц не готов. У нас есть, слава богу, этот, Шкода Кодиак Екатерина Андреевна, 17-го года или 18-го, который я когда-то покупал, на которой сейчас я нахожусь, и 18-го года мы купили пол, там, за хорошие деньги, там, за миллион рублей, из Магнитогорска нам славе пригнал. Все, этого достаточно, как бы, если уж покупать какую-то машину, да, то, наверное, все-таки не за кредитные деньги, и, ну, не перед тем выделываться, нет такой нужды. И так, мы уже привыкли, и так нормально. Главное, чтобы все были счастья, здоровы, остальное все приложить. Машина – это средство передвижения, как говорится, как говорил известный человек. Все. Дорогие друзья, я всех обнимаю по ремонтам к нам, по строительству к нам, доверительное управление, если у вас есть квартира, пожалуйста, тоже к нам. Обращайтесь без проблем, номер телефона всегда внизу экрана. Все ссылочки на все социальные сети вы знаете всегда под видеороликами, инстаграм, выкатер, канал и так далее. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если вам несложно. Мы делаем с вами общее дело, я вам безумно за это благодарен, что растут подписчики. Спасибо вам огромное. Подпишитесь на канал, пожалуйста. Поставьте лайк, напишите комментарий, нажмите на колокольчик, и тогда вам будут приходить уведомления от других видеороликов. Я всегда с вами, всегда на связи, со всеми в товарищах отношениях. Ни с кем не разругался. Все, слава Богу, нормально. Спасибо, Господи, за то, что у нас все так складывается великолепно. И мы поддерживаем с вами со всеми хорошие отношения. Все, семья. Говорю вам всем пока-пока. Обнимаю вам всех. Желаю счастья, здоровья и любви. Пока-пока. Пока, семья. Поеду на работу. Поеду на работу.